Признав вину подсудимого Фирояна в совершении указанных преступлений доказанной, суд квалифицирует его действия по части 1 ст. 318 УК РФ, поскольку он совершил применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителей власти, в связи с исполнением своих должностных обязанностей, и по части 1 ст. 118 УК РФ, поскольку он совершил причинение тяжкого вреда по неосторожности. Действия, которые вменяются подсудимому, выразились в применении насилия к представителю власти, в связи с исполнением им должностных обязанностей, были совершены в публичном месте, повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему. Объектом преступления, предусмотренного частью 1 ст. 118 УК РФ, явились не только общественные отношения, охраняющие неприкосновенность личности, но и общественные отношения в сфере порядка управления, которым также был нанесен ущерб. При оценке характера преступления, предусмотренного частью 1 ст. 118 УК РФ, суд также учитывает, что его фактически было совершено против представителей власти при исполнении им должностных обязанностей. Исходя из характера совершенного преступления, степени их общественной опасности, конкретных их обстоятельств, личности посудимых, суд приходит к выводу, что назначение и задачи уголовного судопроизводства в виде защиты прав и законных интересов лиц, потерпевших преступлений, охрана общественного порядка и предупреждения преступлений, может быть достигнут только в случае назначения виновному справедливого наказания, в связи с чем основания для прекращения уголовного дела за примирение сторон не усматривать и отказывать удовлетворение заявленного ходатайства. В руководстве ст. 307 и 309 УК РФ суд приговорен признать Фираяна Мамо Телновича виновным в совершении преступлений предусмотрено частью 1 ст. 318 УК РФ и частью 1 ст. 118 УК РФ и назначить ему наказание. По части 1 ст. 318 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года. По части 1 ст. 118 УК РФ в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Установить осужденному Фираяну следующее ограничение. Не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзору за отбыванием осужденного наказания в виде ограничения свободы. Не выезжать за пределы муниципального образования городского округа Иваново. Возложить на осужденного обязанность являться специализированный государственный орган, осуществляющий надзор с отбыванием осужденного наказания в виде ограничения свободы 2 раза в месяц для регистрации. В соответствии с частью 2 ст. 69 УК РФ, применяя принцип поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательное наказание назначить в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии и поселении. Срок наказания исчислять с 21 марта 2013 года. За честь срок наказания период нахождения Ферояна под стражей с 24 июля 2013 года по 21 марта 2014 года.